Это Любовь Соболь. Владимир Путин подписал закон о повышении пенсионного возраста. Теперь уже точно. Мужчина будет выходить на пенсию в 65 лет, женщина в 60 лет. И это несмотря на то, что Путин неоднократно заявлял, что он против повышения пенсионного возраста и что повышать пенсионный возраст в России не надо. В мае 2013 года Путин заявил, что повышать пенсионный возраст нецелесообразно и что этого делать не будут, потому что продолжительность жизни в России меньше, чем в Европе. Октябрь 2013 года Путин встречался с активом Единой России. И на этой встрече он заявил, что в России нет ни экономической, ни социальной возможности повышать пенсионный возраст и что его увеличивать не будут. Единороссы сидели там, кивали и всячески Путина поддерживали, а через несколько лет пошли и проголосовали за повышение пенсионного возраста. Закон про эту так называемую реформу принимался в Госдуме силами именно Единой России. Апрель 2015 года. Прямая линия. Путин отвечает на вопросы народа на прямой линии. Можем ли мы готовы к тому, чтобы сейчас взять и резко повысить пенсионный возраст? Я считаю, что нет. И скажу почему. Потому что да, у нас растет продолжительность жизни, но все-таки для мужчин это 65,5 лет. Ну что же это, значит, если мы 65 поставим возраст выхода на пенсию, вы меня извините за простоту выражения. Это значит, отработал в деревянной макинтоши и поехал, что ли? Но это невозможно. С тех пор продолжительность жизни мужчин в России не сильно выросла. На 2017 год это 67,5 лет. И это с учетом Москвы и республик Северного Кавказа. Во многих регионах она даже ниже, чем новый пенсионный возраст. Вот, например, Новгородская область. Там продолжительность жизни меньше 64 лет. И что по логике Путина теперь получается все-таки макинтош или как? Как вообще можно повышать мужчинам пенсионный возраст до 65 лет, если их продолжительность жизни во многих регионах, чуть выше этого порога или даже ниже него. Но взяли и повысили. Ну и знаменитая уже цитата. Но все равно хочется повторить. Вместе с тем, и хочу обратить ваше внимание на это обстоятельство, я против увеличения сроков пенсионного возраста. И пока я президент, такого решения принято не будет. И даже не объяснился с людьми. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков пытался это как-то объяснить. Ссылался, что это было в 2015 году, но лично Путин нет. Не пристало, видимо, национальным лидерам опровергать свои личные обещания или извиняться за напрасные слова. Но я не могу не обратить внимание. В своем объяснении Песков говорит, что это было 13 лет и что с тех пор было много изменений. Ну так Путин говорил про макиндош и что мы не готовы к повышению пенсионного возраста в 2015 году. В 2015 году. Три года прошло. И вот уже Путин подписывает закон про повышение пенсионного возраста. Одно из главных обоснований, зачем это делается, это необходимость повысить пенсию. Без повышения пенсионного возраста денег на это в бюджете просто не хватит. А после реформы министр финансов обещает, что к 2024 году пенсия будет аж 20 тысяч. Прямо чувствуется величие России в этих цифрах. Между тем в Польше, в которой нет ни нефти, ни газа, средняя пенсия около 1800 злотых или 32 тысячи рублей. Это почти два с половиной раза больше, чем в России. И это не говоря уже о богатых странах Северной Европы. В Финляндии средняя пенсия около 1300 евро. Это без учета дополнительных льгот. Это почти 100 тысяч рублей. Так и хочется спросить, а где наши деньги? Где триллиона рублей от продажи нефти и газа? Почему наше государство не обеспечивает такой уровень использования ресурсов, чтобы платить пенсию хотя бы как в Польше? Чем они вообще там занимаются? Путин обещал не повышать пенсионный возраст, но повысил его. Причем сразу на пять лет. Зачем нам чиновники, которые даже по пенсионному возрасту обещания не сдержали? И судя по последним рейтингам Путина и Единой России? Многие люди в России задают себе тот же вопрос. Глава Роснефти Игорь Сечин купил пятиэтажную квартиру в центре Москвы. Об этом сообщают издание The Insider и другие СМИ. В расследовании говорится, что квартира расположена в комплексе Crystal House, имеет площадь более 1200 квадратных метров и оценивается в 2 миллиарда рублей. Еще раз, два миллиарда рублей за квартиру, два миллиарда рублей. И речь не про какого-то официального олигарха, речь про главу государственной компании. Журналисты попросили прокомментировать сообщение про эту квартиру пресс-секретаря Роснефти Михаила Леонтьева. В ответ Леонтьев заявил, что не желает комментировать изыскание наемных сотрудников всех возможных спецслужб. А потом рассказал, как послал авторов расследования в жопу. А сам же инсайдер и сообщил, что я их послал в жопу. Они мне сказали, наши инсайдеры сообщают нам. Я даже дослушивать не стал. Я сказал, ваши инсайдеры сообщают вам, что вам срочно надо пройти в жопу. И это заявил пресс-секретарь госкомпании. СМИ неоднократно писали о богатствах Сечина. И Сечин неоднократно с этими СМИ судился, требуя опровержений. Новая газета писала, что на тот момент жена Сечина, Ольга, отдыхала на яхте Сент-Принцесс Ольга, которая оценивается в 100 миллионов долларов. Сечин подал в суд на новую газету, требуя опровержений. И суд, конечно, выиграл. Опровержение новая газета опубликовала. Еще бы он не выиграл суд, это же Сечин. Ведомости рассказывали про владение Сечина в Барвихе. Сечин снова подал в суд и снова выиграл. Суд обязал ведомости удалить этот материал и уничтожить весь оставшийся тираж газеты, где он был напечатан. Ну или вот еще история. В январе прошлого года Дождь со ссылкой на свои источники написал, что Сечин ездит с мигалкой, хотя по идее главам госкомпании она не полагается. Корреспондент Дождя спросил Сечина, на каких основаниях он пользуется спецсигналом. Но Сечин сказал, что объяснять не может, не будет и не обязан этого делать. Пресс-секретарь Роснефти сначала по своему обыкновению послал журналистов в жопу, но затем все-таки рассказал, что Сечин является ответственным секретарем президентской комиссии ПАТЭК и что он в государстве чиновник определенного уровня, поэтому у него есть право на мигалку. Ну и в конце деталь, которая многое объясняет. В 90-х годах Сечин работал в мэрии Санкт-Петербурга, начальником аппарата вице-мэра Владимира Владимировича Путина. Потом Путин переехал в Москву и взял Сечина с собой. После этого Сечин стал замглавой администрации президента, вице-премьером правительства и вот наконец главой Роснефти, но истоки карьеры там, в мэрии Санкт-Петербурга. В прекрасной России будущего чиновники и главы госкомпаний будут подчиняться закону, как бы близки к президенту они ни были, и будут объяснять происхождение своего имущества, а не посылать через своего пресс-секретаря всех, кто осмеливает создавать вопросы и выпускать расследования. Нидерланды объявили, что выслали четырех россиян, планировавших кибератаку на организацию по запрещению химического оружия. Всех четырех голландцы называют сотрудниками ГРУ. Власти Нидерландов раскрыли личности высланных россиян. Как утверждается, все четверо въехали в Голландию по дипломатическим паспортам и их встречал представитель российского посольства. Министр обороны Голландии сообщила, что у одного из подозреваемых был изъят ноутбук, который использовался в Малайзии при попытках получить доступ к файлам о катастрофе Боинга над Украиной. А также голландские власти показали квитанцию об оплате поездки на такси от штаб-квартиры ГРУ до аэропорта, который изъяли у одного из задержанных россиян. И если на истории про квитанцию вы уже начали кричать «хватит, прекратите, что это такое?», но нет, на этом день ГРУ не закончился. Миньёс США также предъявил обвинение семи россиянам. Их снова назвали сотрудниками ГРУ и обвинили в кибератаках. Четверо из этих семи – это те же люди, про которые заявляла Голландия. Еще от ура фигурировали списки разведчиков, которых ранее обвиняли в атаке на демократическую партию США. Но на этот раз только обвинениями во вмешательстве выбора дело не ограничилось. Американцы заявили, что целью кибератак были химические лаборатории, в том числе та, где изучался новичок, которым отравили скрипалей, а также FIFA, VADA и другие организации в США и Канаде. МИД России назвал обвинение со стороны Нидерландов срежиссированной пропагандистской акцией. Но выглядит это, мягко говоря, не очень убедительно. Не так, конечно, как интервью с Петровым и Башировым, но тоже не очень. Апофеозом всей истории с ГРУ стала песня Семёна Слепакова про Солсберецкий шпиль. Сейчас удаляется с Ютьюба, так что даже фрагмент показать не могу. Не знаю, как у вас, а у меня главная эмоция от всех этих разоблачений – это вопрос, зачем? Зачем надо было травить людей боевым ядом в стране НАТО? Что это за история такая с квитанциями, слитыми паспортами, ноутбуками и интервью про шпили? Только остается, что задавать эти риторические вопросы. Это была Любовь Соболь. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова